Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Сергей Зуев. Мы начинаем новый цикл передачи библейской экономики, которую мы назовем «Земля изобилия». И чуть попозже я расскажу, почему именно такое название. Хочу начинать со следующего местописания, которое вы все прекрасно знаете. И это местописание называется «Манифест Мессии». Записано в Евангелии от Луки 4, 18. Там, где Господь Иисус начал свое служение, и Он сказал буквально следующее. «Дух Господень на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим». Дальше, конечно, Он перечисляет многие замечательные вещи, но я остановлюсь буквально на этой фразе. «Господь Иисус сказал, что Он помазан благовествовать нищим». Иными словами, это хорошая, благая, замечательная новость для тех людей, которые испытывают финансовые трудности и какого-то рода недостаток. Я прямо сейчас чувствую, что есть человек, который возмутился, который сказал, «Да зачем говорить о деньгах? Это вообще не нужно, и Бог об этом не говорит и не думает». Но в действительности, друзья, очень важный момент, который должен знать каждый из нас, что Бог говорит о деньгах достаточно много. Он много говорит о вере, потому что без веры Богу угодить невозможно. И в Библии сказано об этом около трехсот раз. Бог говорит о молитве, потому что без молитвы, которая является дыханием нашей духовной жизни, также невозможно нам жить. И об этом сказано около пятисот раз. Но о деньгах так или иначе Бог в Библии говорит более двух тысяч раз. Поэтому, если об этом так часто упоминается, и тем более, когда Иисус начал свое служение с того, что он помазан, снаряжен Божьей силой, и ему дано послание, благовестие – это послание, послание для тех, кто нуждается. Это хорошее послание, хорошая новость. Так вот, то, о чем мы будем с вами говорить на основании Божьего Слова, что Господь желает помогать, желает благовествовать, желает принести хорошее послание и высвободить божественную силу, которая поможет тем людям, которые в бедности, в недостатке, в трудности, в долгах, как им выбраться и перейти на совершенно другой уровень, на уровень процветания. Потому что, смотрите, хорошая новость для грешних, те, которые не знают Бога, те, которые грешники, они идут в ад после своей смерти. Так вот, то, что Бог желает, чтобы они, услышав Евангелие, поверив в Него, приняв Его, они получили божественную силу для своего спасения. Точно так же есть благая весть или хорошая новость для тех людей, которые больные. И когда они слышат о том, что ранами Иисуса они были исцелены, что на Голгофском кресте Иисус забрал на себя все наши немощи, понес болезни, и ранами мы исцелились – это хорошая новость. Это также является спасением, спасением для нашего тела. Так вот, если человек в это верит, принимает, тогда высвобождается сила Божья для исцеления. И точно так же Иисус говорит, «Я помазан благовествовать тем, кто нищий». Если эти люди услышат послание, если они поверят в это послание, как верили в то, что есть спасение от грехов или исцеление от болезни, тогда будет высвобождаться божественная сила для исцеления денег. Вот такая интересная вещь. Итак, благовестие. Поэтому, друзья, не переключайтесь, не откладывайте в сторону ваши какие-то устройства. Давайте вместе со мной будем изучать Писание, что Слово Божие говорит для того, чтобы нам иметь прорыв, нам иметь успех, для того, чтобы мы вместе с вами созидали Царство Божие. Итак, давайте посмотрим с вами послание к кремлинам. Это 1 глава, 16 стих. И то, о чем апостол Павел говорит. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Опять же, мы говорим, Евангелие. Евангелие Христова – хорошая, благая весть, хорошая новость. Христово также обозначает, что оно имеет на себе помазание или силу Божию. Смотрите, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно, вот это послание, это Евангелие, это благовестие, оно само по себе есть сила Божья для спасения или к спасению всякому, кто в это поверит». Итак, друзья, здесь сказано о спасении. И кто-то говорит, ну вот, о спасении – это то, чтобы наши грехи были прощены, и чтобы мы имели вечную жизнь. Но на самом деле спасение касается каждой области и каждой сферы нашей жизни. Я слышал одну историю, как один известный проповедник однажды спрашивал у Господа, «Господь, отчего ты меня спас?» Иисус ответил, «От всего, отчего тебе нужно было спасение». Ну, согласитесь, друзья, когда болеет наше тело, нам с вами нужно исцеление. Так вот, исцеление – это спасение для нашего тела. Когда наша душа мучается от грехов, тогда нам нужно спасение нашей души. Но когда проблема с финансами, друзья, нам нужно спасение в области наших финансов. Так вот, то, что говорится в благовестии, что Бог покрывает все сферы, в том числе нашу финансовую сферу. Итак, ко спасению всякому, кто поверит. И очень важно, чтобы мы слушали слово, чтобы мы принимали это слово, и чтобы мы в него поверили. Я буду делиться с вами не какими-то своими новыми идеями или какими-то рассказами, я буду делиться словом Божьим. Естественно, это уже ваш выбор – поверить в это или не поверить. Но лучше поверить, потому что вы увидите замечательные плоды. Итак, Господь в Писании говорит здесь, что через благовестие высвобождается сила Божья. Сила Божья, которая действует для нашего спасения. 17 стих – это послание к римлянам, 1 глава, 17 стих. Смотрите, в нем, то есть в Евангелии, в чем проявляется эта сила, почему она действует и высвобождается? Смотрите, в Евангелии открывается праведность Божья. Открывается – это не обозначает что-то новое, которое раньше не существовало. А все мы знаем, что, допустим, есть покрывало, и под этим покрывало может что-то лежать, и мы этого не видим. Оно там есть. Послушайте внимательно сейчас. То, о чем я говорю, это не новое изобретение, это не новые какие-то проповеди. Это уже давным-давно в Библии, 2000 лет это в Писании. Но для многих людей оно как будто было под покрывалом. Так вот, то, что здесь сказано в Евангелии, открывается, как будто снимается это покрывало, и мы вдруг видим, во, оно здесь есть, оно было приготовлено для нас, и сейчас Господь открыл. Поэтому, дорогие друзья, очень важно, чтобы мы с вами не просто получали какую-то информацию для нашей логики, для нашего разума, но чтобы мы с вами получали откровение. Давайте прямо сейчас обратимся к Духу Святому и попросим, чтобы Господь дал нам это откровение, дал нам это понимание. Как написано в послании к Ефесянам, когда апостол Павел об этом молится о церкви, я думаю, что хорошо, если мы будем молиться с вами каждый день такой молитвой. Послание к Ефесянам, первая глава, где сказано, чтобы Бог дал нам духа премудрости и откровение к познанию Бога. Чтобы наши духовные глаза были открыты, были просвещены, чтобы мы познали, в чем состоит надежда нашего призвания, и какое богатство славного наследства Его, которое Он для нас приготовил, для нас верующих, для святых, и как безмерно величие, могущество Его в нас. Поэтому, друзья, молитесь, молитесь, чтобы Дух Святой это открывал, чтобы Он показывал. Знаете, некоторые люди будут сопротивляться, некоторые будут говорить, это не надо, это не нужно, это плоть, это мир, меркантильное, и что бы то ни было. Но давайте все-таки смиримся перед Словом и скажем, Господи, если это Тебя, тогда говори со мною. Если это Ты хочешь мне что-то сказать, я это буду принимать, и пусть придет откровение. Итак, в нем открывается праведность Божья от веры в веру. Как написано, праведный своею верою жив будет. Дорогие, мы должны с вами верить в Слово Божие, и тогда мы будем с вами жить тем уровнем жизни, который Бог изначально для нас приготовил. Мы не будем выживать, мы не будем просто существовать, как большинство людей в этом мире существует. Но мы с вами примем то, о чем Иисус однажды сказал, что Он пришел, чтобы мы имели жизнь и имели ее с избытком. Это жизнь Божьего качества и Божьего уровня, это жизнь в радости, это жизнь в мире Божьем, в покое, в уверенности в завтрашнем дне. Это жизнь по вере, это жизнь изобилия, которая переливается через край во всех сферах нашей жизни. И в здоровье, и в служении, и в бизнесе, и в работе, в инвестициях, в деньгах, во всем что угодно. То, что Бог для нас приготовил. Итак, именно Евангелие открывает нам эту Божью силу. Евангелие является той самой силой. Евангелие открывает нам истину, открывает нам то, что было каким-то образом спрятано и сокрыто, чтобы мы верой принимали и могли действовать в том, что Бог для нас приготовил. Смотрите, второе послание Петра, первая глава, третий стих. Ох, дорогие, однажды, когда я понял это местописание, конечно, я не могу сказать, что я понял, получил глубочайшее откровение, но на какой-то уровне, на какой-то степени я получил понимание. Я так желаю, чтобы Господь дал вам это откровение, понимание, чтобы вот именно этот стих глубоко был запечатлен в нашем духе. Смотрите, что сказано. Как от божественной силы Его. Мы говорили сейчас о силе Божьей, мы говорили о Евангелии, которая есть сила Божьей. Подумайте, если что-то сильнее, чем Божья сила, во Вселенной больше ничего такого нет. То есть, если мы сможем принимать эту силу, тогда никто не может нас остановить. Если Бог за нас, кто сможет быть против нас? Итак, от божественной силы Его. Слушайте внимательно, здесь очень мощное откровение. Как от божественной силы Его даровано нам, или подарено нам, все потребное для жизни и благочестия. О, только подумайте. Многие люди годами молятся, умоляя Бога, чтобы Господь что-то сделал для них, чтобы Он что-то дал им. В то время, когда Господь нам через Своё Слово говорит, я уже всё дал. Я уже всё подарил. Уже всё совершилось. Уже всё сделано. Помните, на кресте Иисус воскликнул, совершилось. В этот момент, когда Он воскликнул, совершилось, исполнилось, или совершилось искупление. И таким образом, всё, что Бог для нас приготовил, уже нам предоставлено. И Писание говорит здесь, «здаровано нам всё потребное для жизни и благочестия». И сейчас на минутку подумайте, а что нам нужно для нашей жизни? Мы понимаем, что чтобы в этом мире жить, жить в этом теле, нам нужно, чтобы это тело было здоровое. Согласны? Поэтому мы можем точно сказать на основании Писания, что Бог уже всё сделал. Иисус забрал наши немощи, и Он дал нам своё здоровье. Поэтому здоровье для нас уже есть. Нам не нужно умолять Господа, чтобы Он нас исцелил, чтобы Он нас презрел, чтобы вот такие бедные, несчастные, больные, нам так больно и тяжело. Господи, неужели Тебе нет нужды? Господь уже всё это сделал. Всё, что нам необходимо. Друзья, когда вам что-то дарят, что вы делаете? Принимаете подарок и благодарите. Вот точно так же мы должны уверовать, мы должны поверить, что со стороны Бога уже всё даровано. Господь это подарил. И всё, что нам необходимо, нам нужно принять. Принять и сказать, «Господь, спасибо Тебе, что Ты уже это сделал. Спасибо Тебе, что есть всё потребное для жизни и благочестия, что Ты исцелил моё тело. А так же, да, все необходимые ресурсы, все необходимые средства, всё мудрое, всё понимание, все способности, дары и таланты, которые нам необходимы для того, чтобы работать, жить, служить, что-то делать в этом мире. И так же, все деньги, которые нам нужны со стороны Господа, уже нам дарованы. Скажешь, я что-то вот особо не наблюдаю. Вот живу себе, молюсь, Библию читаю, но почему-то я не вижу, что у меня есть какие-то большие средства, большие деньги. Здесь есть один ключ, очень важный. Вот почему, друзья, нам так важно с вами исследовать Писание? Почему так необходимо, чтобы мы углублялись и исследовали Слово? Потому что дальше сказано. «Даровано нам всё потребное для жизни и благочестия, слушайте внимательно, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования». То есть, всё это приходит, или всё это мы сможем принять тогда, когда мы узнаём, когда в первую очередь мы лично познаём нашего Господа. Мы познаём Иисуса как нашего Спасителя, нашего Целителя, того, кто будет благословлять нас и обеспечивать. Мы узнаём Его через наше общение и через Слово Божье. Сам Иисус – это Слово Божье. Поэтому, когда мы узнаём Иисуса, друзья, мы узнаём Слово. Когда мы узнаём Слово, мы узнаём Господа. Это очень важный аспект для понимания. Итак, через познание призвавшего нас. То, что мы делаем, мы исследуем Писание не для какой-то галочки, не потому что, чтобы просто что-то больше знать, а потому, чтобы мы могли узнать Его и принимать все дарованное для жизни и благочестия. Мы на сегодня завершаем нашу передачу. И, друзья, не пропустите следующую передачу, потому что мы будем изучать Слово, которое вам поможет в вашей ситуации. Пусть Господь благословит вас.